Сегодня мы на пасеке Василия Яковлевича приятненько и сегодня мы ознакомимся с новостями которые Василия Яковлевича за это время произошли и вот кстати наш знакомый Улей в котором знакомая семья прошлого сезона Василия Яковлевич расскажите про эту семью и я вижу что вот как раз и колода которая с которой мы привезли этих пчел просто из леса. Мы сняли тогда сюжет о том что значит мы сняли семью значит в лесу которая была подготовлена к зиме ну понятное дело она была не защищенных условиях и это самое и обречена была на гибель но мы ее сняли и перегнали как говорится в свой Улей но сегодня видите ли эта семья работает нормально значит носит говорится строят уже на 3 3 корпус начала застраивать хорошо застраивать ну что интересно я хотел сказать значит вот сейчас связи с этим со своим Улей я начал обратить внимание за счет чего же идет вот говорится вот это и здоровье пчелы и это самое и ее развитие лучше значит и обратился к источникам наших классиков наших исследователей ну в основном конечно исследовая значит биологию гнезда но об этом немного написано но то есть большого труда не составляло пройти там за 100 последних всяком случае за 150 лет все что написано значит но что меня поражало значит в принципе я добился вот тут говорится целостность носкового соединения всех сотов гнезда но вот меня смущало значит описание значит всех исследователей что пчелы строят гнездо свое параллельно значит отстраивая параллельные соты и значит это значит раз они параллельные значит они не имеют целостного соединения и вроде бы туда выпадают с этого дела что значит строят они начинают строить гнездо с параллельных сотов но когда мы взяли вот припустим природное строение природное значит гнездо это соты срезали переселили сюда их так сказать то рассмотрели основание этого гнезда ну во первых смотрите оно имеет вот приблизительно такие же сечение как нашу но здесь были рамки грубо говоря соты 40 на на 40 миллиметров сантиметров то есть где-то 400 понятно что это было не строго они были немного больше но где-то размер был 400 на 400 вот там такое еще было размещение что они по-другому и им тяжело было строить значит трое вопрос смотрите вот берем основание вот этого гнезда вот смотрите она залито залито значит восково парафиновый вот карьеры парафин восково такой восковый и прополисный состав даже если там где сот еще не даже там даже если даже где их нету значит еще не не строили что только будут строить уже залит то есть надо говорить о том что они строят начинают строить гнездо не то есть не имеют в верхней части уже целостное восковое соединение видите залито тут еще и еще и скоро будет ну а мать вообще не будет отстраиваться но они за 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 прополисовали потом восковое соединение ведь и вот даже между этими самыми значит там миллиметра ну наверно пять так вот состав воска видите вот между сотами далеко а вот видно что она не пустое место как говорится она имеет состав ну в основном здесь прополис но ветер и тут есть и и так сказать соединение восковое то есть надо говорить о том что они строят параллельные соты но у основания они его уже имеют восковое прополисное соединение видите если нету и и близко как говорится сот но уже имеет целостное строение это одно значит играется практически подтверждает то что в природе это очень важный элемент гнезда ну какие проблемы с охлаждением гнезда наблюдения ну металл это конечно он имеет свои если его напрямую положить он хорошо действует он охлаждает отводит тепло ночью особенно значит работает хорошо но дело в том что есть проблема что потом срывать металл очень тяжело то раз во вторых значит деформируется и так дальше значит и наблюдать невозможно потому что металл закрывает ну какая тут предложение значит возникло но использовать обычный так сказать наши как говорится хладагет самый распространенный это вот и это самое и для этой цели значит это такое значит поверх то пластмассового полиэтиленовая пленка которые мы используем для закрывания вулика делаем такой лоточек и заполняем его водой значит ну во-первых понятно что вода обеспечить более надежную герметичность вверх что требуют как говорится пчелы во-вторых она и более так сказать за счет испарения за счет своей достаточно хорошей теплопроводности она лучше охлаждает конечно это сразу видим по вентиляции гнезда несмотря что стоит это довольно жаркая погода и пчел очень много заполнено целый улик значит вентиляции гнезда не происходит там где металл там тоже улучшено это самое но не так потому что и прилегание металла нету такого плотного до контакта нету сверху гнезда ну и наблюдение тут можно смотреть металл надо снимать тут вот можно видеть как как тут уже отстраивает тоже 2 плёночка да вот вы видите ну надо или выбрался тротин да труден ты он и здесь там дырочка у них это было всем а ты ягоды значит сейчас отстраивает там значит наблюдать бы на единение до соединения они соединили и сейчас и отстраивает снизу своты медового корпуса так ну все все очень четко видно даже не снимая значит немножко конечно есть такие заботы что надо аккуратно ли стоял вертикально но по уровню потому что тогда переливание это порядка 20 миллиметров мы можем за использовать пространство и можно сделать то и больше но не то даже проблеме там другие это такое рациональное пространство которое используя как обычно значит удобно использовать из и начать надо подлывать воду конечно желательно так периодически там это несложно наблюдать попадание воды практически исключено потому что тут толстая пленка двойная и это сами она за края выходит крепкая планка да да ну это 150 микрон одна значит два две пленки получается 300 микрон этот за края она выходит даже если переливание так она выходит за пределы улика значит очень эффективная система можно использовать там более жарком климате ну и на столе микроаквариум такой поля значит но эффективность значительно значит потому что можно температуре прохладно вот видно конденсат даже невооруженным глазу там есть конденсат изнутри изнутри до конденсирует особенно ночью это охлаждается все и а ночью они в основе занимается днем заносит никто а ночью работает над его переработки охлаждение ну и вентиляции вполне хватает через верхний литок не ну вот по вентиляции мы говорили что верхний литок мы вообще не изготовляем если изготовляем он постоянно закрытый потому что это нас отсюда идет зона меда и если тут открыт открыто не запрополюсовый этот литок опять таки но его то можно открывать и закрывать но практически слабо используйте значит и дело в том что если смотреть на протяжную вентиляцию то она больше куда чем длиннее говорится тем 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 лучше да значит потому что значит используя как как правило вот этот литок это уж этот слабо охраняемые его надо там при поднижении температуры закрывать тоже потому что слишком охраняемые ну вот это такое мы как правило работаем регулируем конечно по сезону и от температуры вот эти два литка значит здесь получается сюда заходит водный воздух перепад высоты большой выходит это самое сюда здесь зона расплода она как раз должна вентилироваться активно и это самое и это используется в этой системе значит семья очень такая активная значит работоспособная потому что есть это семья может дать здесь 28 полномасштабных как говорится рамок 400 ну с площадью машины 410 на 260 миллиметров это позволяет конечно делать большие семьи в резерв для развития плюс используя медовый корпус сверху значит мы говорили что здесь никаких нету заградительных решеток ничего за счет тоже здесь зона меда она не прерывается и это сами и сюда матка не не это сами не расплод не ложится значит так так практически если есть какие-то нарушения тогда может быть а так она принципе значит значит сок зона меда и тут у нас это сами получается что мы можем очень легко отбирать мед не не вторгаясь в эту зону расплода здесь вами так сказать и спокойно реагирует на это более-менее но тем более когда есть медосборный период и это сами и мы начать можем это самое значит по мере выполнения отбирать там не ждать пока там полный а можно там три четыре шесть отобрать рамок откачать и поставить ясно спасибо очень интересно сейчас посмотрим еще что-то новое посмотреть вот это вот вроде что там литок проверял этот самый ну тут киний их багато но и да начать начали а то есть есть а все мы не вот и но и и вот 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 и Надо проверить. Продолжение следует.